А важнейшим из искусств для нас является оболванивание нации. Ура, товарищи! США утилизировали 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые Россия направила за океан в качестве гуманитарной помощи в апреле текущего года. Как пояснили американцы, оборудование пришлось уничтожить из-за технических проблем. Во-первых, потребляемое нашими приборами напряжение несовместимо. Со штатовскими электросистемами. А во-вторых, на данное решение также повлияли сообщения СМИ о замыканиях в работе российских аппаратов, что может привести к пожарам. И приводило уже... Слушайте, ну вот меня, например, эта новость вообще не удивляет. Техника отечественного производства никогда не отличалась сверхкачеством. Я сейчас не о советской технике говорю, именно о российской. Порадовала, впрочем, реакция Кремля. Песков назвал объяснения заокеанских партнеров очень условными. Даже сделал вид, что обиделся. Вот меня всегда такое поведение умиляет. Как дети, ей-богу, мы обиделись. По сути, нам одолжение сделали. Подсказали, ребят, что-то с вашими ИВЛ не то. Проверьте их на техническую исправность. От этого жизни людей зависят в конце концов. Нет. Мы давай ножками топать. Ну и последствия не заставили себя долго ждать. Накануне стало известно, что в одной из больниц Ростова-на-Дону скончались сразу 13 пациентов, находившихся на искусственной вентиляции легких. В работе приборов произошел какой-то сбой. Они начали выдавать недостаточное количество кислорода. Как тебе такое, Илон Маск? В эти дни аварийных ситуаций, связанных с поставкой кислорода, на территории данной больницы не было. И аварийных ситуаций, которые могли бы повлечь гибель, смерть больных, не было. В причину смерти устанавливают патологоанатомические службы, принадлежащие Росминздраву. По всем умершим в эти дни устанавливается истинная причина. Вот даже комментируют наши чинуши произошедшие. Обратите внимание, каким образом. Сперва эта тетка сказала, что сбоев в работе техники не было. Все функционировало как часы. А затем сообщило, что вообще-то причину смерти пациентов только предстоит установить. То есть, она не знает, от чего люди умерли. Но это точно не техника виновата. Ага, 13 человек разом умерли. Все 13. Были подключены к аппаратам ИВЛ. Да, конечно, это не техника. Трамп, блин, в ночи в ту больницу пробрался и угробил больных. Господи, как надоели эти бессовестные лжецы. Одно слово, мерзавцы. Простите меня, мой французский. Начинаем! Еще одна новость, которая не может не радовать. Но подержу пока интригу. Подождите. Начнем с того, что ну все же в курсе, что Россия в данный момент является единственной страной в мире, где разработали и уже зарегистрировали вакцину от коронавируса. Спутник 5 она называется. Это случилось еще в августе, а в конце сентября нам доложили еще в одном прорыве. Вторую вакцину мы создали. Ай, молодцы какие! Путин лично об этом заявил на весь мир. Нам нужно наращивать сейчас производство и первой нашей вакцины, и вот сейчас второй вакцины. И, конечно, прежде всего нужно обеспечить российский рынок этими препаратами. И вот сегодня вдруг выясняется, что обе вакцины могут оказаться неэффективными в отношении определенных категорий граждан. В частности, в отношении пожилых людей, в отношении людей, находящихся в стрессе, в отношении пьющих и в отношении людей с ослабленным иммунитетом. Бинго! Сейчас расскажу подробнее. Это реальная журналистика. Поехали! Ну и возвращаясь к чудо-вакцине, ребята, мне одному кажется, что в данной ситуации было бы уместнее сказать так. Вакцина неэффективна для 90% россиян. Ну, сами посудите. Пожилые минусы, их порядка 40 миллионов. 20 миллионов непожилых находятся за чертой бедности. Не я придумал. Минтруд на прошлой неделе заявил, еще 10 миллионов в период кризиса 2020 остались без работы. Я здорово сомневаюсь, что все эти люди находятся в приподнятом настроении. Да в стрессе они пребывают. То есть, вакцина им тоже не поможет. Пропьющик, давайте честно. У нас каждый третий закладывает. В районе, где я живу, например, на один квадратный километр 7 алкомаркетов. О чем это говорит? Ах, да, граждан с ослабленным иммунитетом забыли. А их тоже выше крыши. Потому что для повышения иммунитета нужно хорошо питаться. Нужны витамины в больших количествах. Нужно ездить отдыхать на море. Ха-ха-ха. При нашей-то нищете. Поэтому, нет, не ошибусь, если скажу, что людей с ослабленным иммунитетом в Великой и Молочи вообще каждый второй. Внимание, вопрос на засыпку. Для кого тогда вот эту вакцину вообще создавали? Более того, они ведь в течение месяца массовую вакцинацию хотят начать. То есть, дорогие россияне, давайте мы вам вколем то, что скорее всего никак не поможет. Ну, правда, мы тонны народных денег на это потратили. И еще тонны потратить собираемся. Потому что мы же производить это будем в промышленных масштабах. Что за бред? Опять наврали всему миру. Опять спустили в унитаз кучу наших налогов. Вот задолбали ей богу. Автомобили делаем, которые не ездят. Ракеты строим, которые не летают. Лекарства производим, которые не лечат. Вот они, путинские рывки и прорывы. И у нас все так, куда ни сунься. В телевизоре только процветаем, ну да деградантов создаем пачками. Они хотят уничтожить нашу Россию, чтобы встать на колени, чтобы вот просто зашел и взял. Черное море взял, войска взял, там кучу котку взял. Что у нас брать-то? У нас в Камчатке видели, что творится? Это, я считаю, что это тоже диверсия. Тоже провокация? Да, я считаю, что это диверсия. Это не какие-то там, это не может быть какие-то сливные воды. Танкерами завозят, танкерами. Вот, допустим, где-то... Американцы привезли на своем танкере что-то там. Вы вышвырнули? Нет. Со спутника, думаете? Сейчас рассевается со спутником, мы не знаем, что в атмосферу. И это может быть с океана, внутри океана что-то. Ладно, в Брянскую область предлагаю переместиться, где зафиксирован очередной рвок. Хотя нет, там, скорее всего, прорыв. В поселке Вышков под землю провалился целый дом. Не просто почва просела по домам, он провалился на глубину 10 метров. ЧП произошло рано утром, когда люди спали, по предварительным данным, под завалами могла оказаться женщина, хозяйка дома. Карстовый провал. Спасатели сказали сразу, в таком случае нужна специальная техника. Пока подъемный кран аккуратно поднимают балку за балкой. Спасатели вниз спускаются на тросах. Все осложняет неизвестность. Земля из-под ног уйти может в любой момент, с любого края провала. Потому и сигнальная лента. Не заходи, любая лишняя нагрузка может новый обвал спровоцировать. Причем это уже не в первый раз. Там же, в том же поселке, некоторое время назад у соседей под землю провалились сарай и баня. На то, чтобы засыпать яму, потребовалось вывалить в нее, внимание, 180 камазов грунта. То есть, представляете себе, что там за яма была. А теперь вот дом жилой, повторил участь бани и сарая. Возможно, человек погиб. А почему власти не чешутся? Зададите вы совершенно справедливый вопрос. Речь ведь идет о безопасности огромного количества народа. Очевидно, что их нужно отселять. Ну, губернатору Богомазу, который на Брянщине губернаторствует уже седьмой год. А вообще, во власти он там с начала двухтысячных. Оно и не очевидно. Ну, действительно. Когда мужчине проблемами граждан-то заниматься у него жена в списке Форбс на первой строчке, по итогам прошлого года личный доход мадам Богомаз составил 1,3 миллиона рублей. Бабло, ребята, делают не до поселка какого-то там. Вот сейчас задумался. 1,3 миллиарда. Вы представляете, сколько это? Это бюджет среднестатистического российского городка с населением 1200, а то и в 300. Ладно, предлагаю на еще одного губернатора посмотреть и подивиться. Кто у нас любит, понимаешь, хай-вай, народные деньги. Народные деньги, да, но кто ими имеет право распоряжаться? Тот, кто избран народом, то есть президент и дума, который утверждает, тоже избран от 90% граждан России. Поэтому не надо вот этого. Народных денег уже давно нет. Они есть бюджетные деньги. Народные, а не когда человек налоги платит. Слушайте, этот человек, как мне кажется, войдет в историю России как самый глупый чиновник. Вот его даже дурачком назвать нельзя. Он просто глупый. Уверен, высказывания данного персонажа в обозримом будущем попадут в разряд обязательных. Во все учебники политологии студентам клоуна показывать станут, объясняя, каким не должен быть политик. Впрочем, а мало ли у нас таких. Милонов, Мизулина, Няша Наташа, бывший крымский прокурор, Дегтярев вот еще. Кстати, да, мэр моего родного Екатеринбурга тоже очень мечтает попасть в данный список. И, видимо, накануне отвечая на вопрос горожанина в интернете, можно ли гражданам, не дожидаясь прибытия полиции, выкидывать из транспорта людей без средств защиты, заявил, можно и нужно. Можно ли мы сами, пассажиры пишут нам, можно ли мы сами будем загонять ковид-диссидентов из транспорта. Можно и нужно. Действительно, давайте еще суды линча узаконим. Камнями разрешим на улицах прохожих забивать за косо брошенный взгляд. Падших женщин начнем с женщины костра. Хочу, хорошая ведь была традиция. Блин, вот то, что Алоизычу не удалось. Эти с успехом доделывают. Все. Это была реальная журналистика сегодня вот так. С упорством идиота. В очередной раз призываю вас, подписывайтесь на наш второй канал. Это топят. Мы не появляемся в рекомендациях. Не попадаем в топы. Просмотры скручиваются десятками тысяч. Зрители отписывают пачками без их ведома. Я ничего не могу с этим поделать. Только уйти на какой-то другой канал, до которого пригожинские дотянутся не скоро. Это очень долгая и дорогая процедура. Потому что сделать пару кликов мышкой ведь не сложно, согласитесь. Спасибо. Ну и жду в соцсетях. В друзья добавляйте. С темы предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok